Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я познакомлю вас с очередной натуральной масочкой, которая не только позволит вам исправить ситуацию с морщинками, но и вернет здоровый цвет вашему лицу. Первое, что я делаю, вы видите, я завариваю, в моем случае, лаванда, цветки лаванды. Я просто очень люблю, как она работает на моей коже, мне нравится очень аромат, исходящий от нее. В принципе, можно заменить на зеленый чай, но, естественно, без каких-либо добавок, просто натуральный зеленый чай. Далее я заливаю кипятком, ну как, не совсем кипятком, градусов 80, чтобы было, 150 мл водички и оставляю завариваться минут, наверное, 10. Далее, что я делаю? Беру какао. Слушайте, ну какао – это шикарный ингредиент для домашних масок. Он и увлажняет, и повышает, способствует выработке коллагена, собственного эластина, что вызывает улучшение упругости кожи. Отбеливает пигментные пятна, подтягивает, мягко отшелушивает, освежает нам лицо и поддерживает его здоровый цвет. Также смягчает чувствительную и раздраженную кожу и ускоряет регенерацию кожи и обновление клеток. Беру одну чайную ложку. Но, чтобы повысить эффективность масок с какао, состав вводит обычно и другие полезные для кожи продукты. В моем случае это льняная мука. Я очень люблю, как она работает на моей коже, потому что это вообще чемпион, фитоэстроген мощнейший. Ну и плюс ко всему множество других полезных компонентов, которые работают только на благо для нашей кожи. Беру 2 чайных ложки. Ну и все. Далее я начинаю разбавлять смесь заваренными цветками лаванды. Если у вас будет зеленый чай, значит зеленым чаем. И разбавляем до тех пор, пока не получим нужную нам консистенцию, а именно, знаете, как сметанка. Даже не сметанка получается, а знаете, как крем такой, достаточно вот вязкий, достаточно такой густой. Но пугаться не надо, наносится он, в принципе, очень хорошо. Ну и после того, как мы все тщательно размешаем, можно наносить на лицо. Значит, девочки, наносить можно кисточкой. Ну, как я сейчас буду делать, можно, в принципе, и руками, как вам удобно. Наношу я по массажным линиям. Наношу на всю область лица, даже на губы и под глаза. Также прекрасно наносится и на шею, и на декольте. Пожалуйста, это на ваше усмотрение. Оставляю я, ну, минут на 15. Она немножко схватывает лицо, но не критично. Все, потом смываю тепленькой водичкой и наношу свой уход. Маску лучше проходить курсом 2-3 раза в неделю на протяжении месяца. И, в принципе, после второй-третьей процедуры вы увидите уже результат. Значит, единственное противопоказание для этой маски, дорогие мои, это аллергическая реакция на порошок какао. Но если она у вас есть, вы об этом знаете. Поэтому вам, конечно, такая маска противопоказана всем остальным, только на благо. Помимо вообще пользы еще и, знаете, такой потрясающий аромаэффект, потому что пахнет шоколадкой. В общем, мне очень нравится. Все. Вот такая интересная масочка. Спасибо большое, что вы меня посмотрели. Сегодня я с вами прощаюсь. Правда, ненадолго. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok